Дежурная часть МВД подполковник Зимцов. Чем могу помочь вам? Работа многих из них была особо отмечена. Сотрудники, которые несут службу в этих подразделениях, не выслеживают преступников, не участвуют в опасных погонях, но часто именно от их профессионализма, правильных и быстрых действий, зависит здоровье и жизнь наших граждан. Собравшиеся в зале – это работники дежурных частей полиции со всей республики. Одних наградят нагрудными знаками, другие получат благодарственные письма и грамоты за образцовое выполнение служебного долга. В их числе и Алексей Зимцов. Уже 15 лет он служит в МВД, 12 из которых – дежурной части. А не было такого, что жалели о том, что выбрали такую специальность и такую дорогу в жизни? Ни разу. Ни разу не жалел. Мне нравится моя работа, очень доволен ей. Кстати, в системе МВД работает и супруга Алексея – Анна. Дети. Сначала один, второй ребенок. Потом какую-то определенную работу нужно было искать. Я ей предложил, говорю, давай попробуем, может у тебя получится. Попробовали, работает сейчас. Уже сержант полиции. Сейчас, дав смену с наградой от министерства, Алексей отправится домой, где за праздничным обедом его уже ждет вся семья. Так собираться у нас получается очень редко. Зачастую мы, конечно, все порознь. Смены у нас не совпадают. Бывает такое, что то он ждет меня суток, то я жду его со смены. Но никто не жалуется. Возможно, что то редкое время, которое получается проводить вместе, дает возможность поддерживать взаимный интерес. Кирилл, а ты когда вырастешь, ты уже знаешь, кем будешь? Полицейским, как папа. Я тоже хочу стать, как папа. За чашкой чая Алексей вспоминает, как он пришел в профессию, о людях, у которых учился, о тех, благодаря кому он ни разу не пожалел о сделанном выборе. В семье Земцовых не было тех, кто бы работал в органах. И возможно, что с него и Анны начнутся династии полицейских. Тем более, что и смена подрастает. Екатерина Семенова, Аслан Баташев, Рашид Токов. Вести. Карачаева. Черкесия.